Здравствуйте, дорогие мои земляки, сибайцы Республики Башкортостан. Здравствуйте, дорогие мои земляки, сибайцы Республики Башкортостан. Я ученым секретарем Академии Аномологии, то есть аномальных явлений в мире, и провожу исследования по воронкам и воронкообразованиям. Естественно, из-за этих исследований меня очень интересует город Сибай и все аномальные явления, творящиеся вокруг города Сибая. И очень сильно беспокоит тот происшедший пожар еще в ноябре месяце, горение серы в кратере нашего сибайского карьера. Ну, что бы хотел бы еще добавить о себе, то есть я на сегодняшний день приезжал в город Сибай в сибайском филиале БГУ, делал доклад. Вот я вам сейчас покажу документ по теме экологические проблемы Южного Урала и их решения. Вот я вам представлю перед вами сертификат. Меня приглашал директор Сибайского БГУ, бывший директор Сибайского БГУ, бывший директор Сибайского БГУ, вот я вам представлю. Моя фамилия Ишмуратов Марсель Сагадеевич, я бывший житель поселка Горного. Я жил по улице Шахтерской и учился в пятой школе. И в связи с этим, после армии я поступил в пожарную охрану города Сибая. В то время была Сибайская пожарная часть номер 45. После Сибайской пожарной именно через полгода я уехал в Свердловское пожарно-техническое училище. А окончив Сибайской пожарной училище, я был старшим хиатером Госпланадзора Зилаирского района целых пять лет. После проработав там в Зилаирском районе пять лет, я решил выехать в Москву в Академии МЧС. Получив высшее образование в Академии МЧС, я доработал до отставки и также писал кандидатскую диссертацию по откачке нефти из горящего резервуара. И в связи с этим, вот именно меня сильно заинтересовала воронка воронкообразования в мире. В результате я создал свой сайт, который называется «Центр исследований воронок. Торнадо ураганов, провалов, аномальных явлений в мире». Что бы мне хотелось бы сказать именно про Сибайский карьер? Вы сами, Сибайцы, знаете о том, что карьер именно самым глубиной составляет более 500 метров. Доходил до 530 метров, имеет форму воронки и спуск в этот карьер осуществлялся с помощью белазов, где спускались на эту глубину 12 километров. Ну, во время разработок там особых случаев, как говорится, в Сибае не было. Но вы знаете о том, что Сибайский карьер являлся, можно сказать, основным подписчиком для населения города Сибай по финансовому счастью и благоустройству ее в других направлениях именно для народа города Сибай. На сегодняшний день вы знаете о том, что карьер этот закрыли, но в результате закрытия этого карьера произошло именно само воспламенение серы. В связи с тем, что я бывший МЧС, естественно, знаю, что такое серы. Это одна из составляющих частей, частей взрывчатки, можно сказать. Температура вспышки серы в пределах 360-380 градусов, но при горении она составляет очень мощную ярко-фиолетовую окраску, и ее практически водой затушить не так-то просто. Необходимы специальные химические составы. Я же, имея именно доступ к науке, три раза делал доклад в Москве, здесь в Академии МЧС по своей тематике воронкообразованием, а также вот на этом интернет-канале «Глобальная волна» делал доклады по воронкообразованию. И также меня именно этот карьер сильно-сильно интересовал. Как даже, можно сказать, издатели небольшой книги про Сибай, о котором я попозже вам расскажу. Но в данный момент именно меня сильно-сильно беспокоит это задымление, загазованность города Сибая, а также беспокоит здоровье и жизнь граждан города Сибая. Естественно, я в связи с тем, что это моя родина, и с тем, что там живут мои одноклассники, мои друзья, мои родственники, мои близкие. И это моя, можно сказать, малая родина. Я беспокоюсь о каждом человеке, как говорится, живущем в этом городе. И внимательно отслеживаю каждую новость про Сибай, то, что там происходит, то, что там творится. И постоянно звоню родственникам, узнаю, как у них дела, как обстоят населочные обстановки и обстоятельства. То, что именно в этот эфир меня сегодня побеспокоило, привело, это считая, что неправильные действия именно по локализации, ликвидации этого пожара и действия именно наших сибайцев. Я знаю о том, что на сегодняшний день именно по краю именно кратера воронки рудника поставили два вентилятора. Поставили для, можно сказать, что отсасывание горючих газов, сернистых газов именно внаружу, за пределы карьера. Но результат, он очень плачевный. Сами поймите, рассеивание именно газов вокруг Сибая привело к резкому повышению ПДК в самом городе Сибае. В результате которого люди в большом количестве, можно сказать, задыхались, появлялись, они сами же говорят о том, что появлялись слезы на глазах, запах очень чувствовался внутри их организма. Поэтому и мне хочется сказать, что на сегодняшний день без инженерной подготовки заранее нельзя откачивать именно обыкновенными вентиляторами. Нельзя. Необходимо именно, сами знаете о том, что необходимо, обязательно необходимо к этому именно приток воздуха, воздуховодами к вентилятору из самой, самого карьера, самого кратера. А также уже выброс газов в сторону. Если же я нахожусь на прямом эфире, давайте вместе попробуем обсудить, подумать, как это осуществить и где это осуществить в стороне Сибая. От того, что я в детстве рос вот в этом Сибае и, можно сказать, постоянно находился, каждое лето там, я знаю и отвалы, как они расположены, где расположены, где расположены. Например, хочу сказать о том, что, во-первых, именно внутри кратера воздушная масса в виде воронки вращается по направлению против часовой стрелки. Если же в северном полушарии Земли вода вращается по часовой стрелке при сливе, то воздушная масса над ним всегда вращается против часовой стрелки. Это называется циклон. Если же эта воздушная масса будет вращаться в другом направлении, по часовой стрелке, то это будет называться антициклон. Если же мы, например, смотрим о направлении движения воздушных масс на низкой поверхности над Землей, то воздушная масса именно 9 месяцев в году, это еще немец доказал, немецкий в чем доказал, о том, что движется по направлению пассад. Направление пассад – это с востока на запад. При последней именно выбросе газов и резкого повышения ПДК не зря произвели эвакуацию из села Золото. Золото, почему? Как раз-то и оно находится в западной части кратера Карьера. Поэтому-то и произвели эвакуацию из золота, как раз западная часть. Срочно необходимо установить именно воздушные отводы от именно вверх. Предлагаю два варианта. Сами знаете о том, что над Сибаем на сегодняшний день газа собирается у самого большого и высокого здания. Это здание элеватора. Смог над городом виден именно в виде синего цвета, синего-коричневого цвета, можно сказать. Сера на коричневом цвете получается. Накапливается и вращается вокруг элеватора. Если же именно отводящие, именно воздушные, именно отводящие вентиляционные шахты провести в сторону элеватора, то она будет неправильна. Почему? Потому что там необходимо будет переводить это все через дорогу одно дело, а другое дело именно оттуда именно воздушная масса будет идти напрямую в сторону Старого Сибая. Мои же предложения именно для вас, для того, чтобы именно загазованные газы уходили над вами, над вашими головами, над головами Сибая, это вывести вентиляционные шахты, воздуховоды на сам отвал, на макушку отвала. И вентиляторы именно для откачки из карьеры установить в районе смотровой площадки. Почему сейчас это отвечает смотровой площадке? Смотровая площадка является по горизонту именно самого карьера самой низкой точкой, то есть ближе к центру Земли, в результате которого именно если же откачивать воздушную массу именно со стороны смотровой площадки и откачивать именно наверх на макушку самого отвала, то мы поднимем эту воздушную массу загазованность примерно на сколько метр? Давайте попробуем сосчитать. Отвалы у нас примерно в два слоя, в пределах 60-80 метров от уровня Земли, например, поселка Горного. И если же на макушке еще установить 30-50 метров трубу для выкида воздуха в вертикальном направлении вверх, то общая именно высота выброса газов составит в пределах почти 100-120 метров. Это уже позволит именно убрать газы в сторону от именно поселка Золото, от Старосибая и от самого города Сибая. Следующим этапом именно работы внутри карьеры необходима рекультивация внутри самой воронки карьеры. Сами знаете о том, что именно раньше, еще сколько лет тому назад, я уже не помню, в западной стенке самого карьера стояла лебедка, которая поднимала вагонетки с рудой наружу, наверх. И именно, я не знаю, на сегодняшний день эти лебедки и сами вагонетки, плюс еще направляющие рельсы, они есть или нет, имеются? Или уже давно все это разворовали и уже сдали в металлолом? Вот это состояние, я не знаю. Если же есть лебедки, то необходимо найти хороших мастеров, которые бы восстановили бы это, и по этим лебедкам вниз на дно карьеры опустить бульдозер, трактор для рекультивации именно дна карьеры, выравнивания горизонта. И примерно через каждые 5 метров необходимо это, после выравнивания необходимо, как у дорожной службы, вложить на каждой подушке именно изоляцию. Изоляция это в виде синтетических волокнистых материалов по горизонту, для того, чтобы полностью закрыть и закупорить дно карьеры, если же это будет возможно. Естественно, я понимаю, что туда необходимо очень большое количество техник, очень большое количество финансов, плюс необходима на сегодняшний день мощная инженерная подготовка, то есть для проведения исследований, то есть для проведения спуска туда вниз на дно карьеры, а также для восстановления дороги вниз внутрь карьеры, после уже, как говорится, обдува и полностью высасывания газов из карьеры, после того, как создав безопасность для спуска внутрь карьеры. Естественно, именно шахтный вариант добычи, он имеется. На сегодняшний день я обговорил с руководством Академии МЧС здесь в Москве с предложениями именно в кафедре химии, с предложениями, что необходимо применить для тушения, тушения серы именно в слое земли. И сами понимаете, что не так-то просто. В внутренней части карьера туда добраться на сегодняшний день практически невозможно. Со стороны шахты то же самое невозможно. Предлагают, Академия МЧС предлагает жидкий азот. Жидкий азот, сами знаете о том, что это ядовитое вещество, оно опасно для человека, для шахтеров, для всего. Но она именно может просочиться внутрь непосредственно очагов пожаров и задавить, подавить место горения. Что именно применяют на сегодняшний день МЧС Сибаи, я не знаю. Естественно, Сибаицы именно, я понимаю то, что не хотите получить, можно сказать, даже по шапке от президента, который контролирует работу действия и бездействия наших Сибаицев, инженеров. Естественно, попытки на сегодняшний день пока практически безрезультатны, если же на сегодняшний день до сих пор идут газы, плюс еще люди задыхаются. Грубо говоря, по городу у нас, смотрю, в интернете шарахаются. Сибаи на сегодняшний день стал знаменитым на всю Россию из-за этого пожара. Конечно, в хорошем смысле был бы знаменитым, было бы гораздо приятнее, чем потом, например, уже по улицам искать и, можно сказать, даже, не дай бог, конечно, хоронить людей. Но уже началось это, уже начались болезни. Дети болеют. В общем, дорогие земляки, я переживаю за вас. Я вас очень люблю, я вас очень уважаю. Не знаю, как это, как говорится, боль свою объяснить вам, не могу сказать. Но от того, что я сам бывший работник МЧС, я понимаю то, что это изначально понимал, то, что все это затушить будет не так-то просто. Хотя, конечно, мои земляки сибаицы, они все молодцы. То, что они пытаются говорить, то, что у них все хорошо, все нормально. Естественно, родное свое гнездо бросить уехать куда-то. Это не так-то просто. Тем, которые прожили всю жизнь в этом городе, которые любят этот город, которые любят эти места вокруг этого города, в общем, вот в таком плане. Ну, а сейчас вот именно хотел бы вам представить небольшую книжку, которую я написал про город Сибаи. Это сказочно политические рассказы про город Сибаи в реальном мире. Я начинал эту книгу писать, эту книжку писать в виде небольших отметок в конспекте. Вот он, как раз конспект, где я отмечал разные случаи, происходящие в Сибаи. И представил наш город Сибаи как рудник города Сибаи глазами с циклопа. И здесь написано о том, что это было написано, книжка была написана в 2005 году. То, что происходило там, именно раздел имущества, раздел, может, города между бандитскими группировками, приход Сырбаева в главу администрации города Сибаи, смерть моего брата, двоюродного брата в Течне, акулова Айдара, эти как раз года были. Ну и кроме этого, я бы хотел, дорогие мои земляки, прочитать небольшое стихотворение из этой книжки. Это в таком плане называется «Тонкий мой намек, земляки мои». Вот в этой книге тонкий мой намек. А кто, паук, себя он разберет? Народ толпа, а люди – это слово. Хочу я сильным обществом назвать Сибайцев снова. Ну, эта книга, она показана, вот даже схема рудника, и вот она схема рудника, нашего Сибайского рудника. И как будто бы паук сидит над этим рудником и правит, можно сказать, всем городом в виде финансового, в виде экономических и других проблем, можно сказать, города. И получается то, что именно возгорание на сегодняшний день этого рудника и именно возгорание серого внутри рудника, получается, что как раз вот этот паук-то получается и ожил, понимаете? Вот что меня и беспокоит вот в этом мире. Дорогие Сибайцы, я вас люблю, я вас очень уважаю. Я готов приехать к вам каждое лето, каждый год, видеть вас. И если что, пожалуйста, обращайтесь. Готов вам помочь здесь, в Москве по любым вопросам, не откладывая, может, даже и времени. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Горбич. Здравствуйте, дорогие Сибайцы. С огромным уважением к вам сегодня опять я. Дело в том, что сегодня мы обсудим именно вопросы по гражданской обороне, а дальше уже по непосредственно горению серы, серы, а также тушению пожара. Дело в том, что на сегодняшний день мне бы хотелось бы включить карту города Сибай. Пожалуйста. Вот это город Сибай. Карьер Сибай. Вот карьер города Сибай. Давайте-ка рассмотрим, какие возможные именно какие возможные загазованности могут быть в случае, например, и какие именно, что именно наиболее опасен на сегодняшний день. Дело в том, что на сегодняшний день сами знаете о том, что наиболее опасен в городе Сибай – это элеватор. Элеватор. Сами знаете о том, что элеватор определяют, через элеватор определяют загазованность. Элеватор – самая высокая точка, и воздушная масса в основном вращается вокруг элеватора. Необходимо, если же возможно, то хлеб, зерно – это основное богатство, как говорится. Хлеб, зерно – это основной продукт у человека, поэтому ее необходимо эвакуировать. Если же есть возможность, если же есть что, то необходимо ее полностью закрывать. Ну и, конечно же, давайте-ка посмотрим, что является еще основным из продуктов, как говорится. Основной продукт – это вода. Воду наш город получает из пруда худолаз. Сами знаете о том, что худолаз, он на сегодняшний день довольно-таки чистый, так как там водятся раки. Вы знаете о том, что раки водятся только в чистой воде, поэтому худолаз на сегодняшний день, он чист. Но примерно в апреле месяце худолаз откроется. Сами поймите. Худолаз откроется. И зона задымления, если же попадет в этот худолаз, он попадет и на городскую канализацию, на городскую систему водоснабжения. Поэтому необходимо затушить этот пожар до наступления весны. В следующем именно давайте-ка посмотрим инфраструктуру вокруг города Сибаи. Посмотрите, пожалуйста. Дело в том, что в Сибаи Сибаи западнее Ирандыгские горы. Ирандыгские горы. Именно южнее, южнее, это город, город, дорога, вы видите, дорога, видите, с Баймака. Это озеро, вот Култубан, оно виднеется. Да, вот оно, Култубан озеро, да. Потом, кроме этого, кроме этого, кроме этого, у нас дорога Зилаельский совхозтехникум. Вот она показана. Сами знаете о том, что Зилаельский совхозтехникум это основной, основной, можно сказать, как вам сказать, житник, или, например, то, что там выращивают хлеб. Далее, я хочу показать именно в сторону Худолаза. Там именно, в сторону Худолаза, именно в сторону Матогорска, дорога. Дорога. И вот она, дорога, да, это уже дорога в сторону Кизила. И вот туда вверх, вверх уходит, вот она вверх уходит. это дорога Матогорска. Поэтому мне необходимо бы объяснить то, что именно то, что именно с приходом весны, весны, именно сады, сады все превратятся в отраву. В отраву. Поэтому необходимо срочное тушение пожара. Ну, на сегодняшний день я разговаривал, прошу вас, переведите просто на меня. На сегодняшний день я разговаривал с Академией МЧС, а также уже сегодня уже разговаривал в НИПО Академии МЧС. В НИПО это та структура МЧС, которая создавала эта робота, танкового робота для тушения для тушения Чернобыля. Кроме этого, они же мне объяснили о том, что горно-спасательная группа, горно-спасатели обучаются, обучаются сейчас скажу, в Новосибирске. Новосибирский институт именно занимается подслойным тушением пожаров. и естественно, пока я еще с ними еще не связался, но хотелось бы именно послушать их мнение по тушению этого пожара. Случай этот совершенно уникален. Почему? Потому что впервые в мире. Я же предлагаю, что предлагаю? Я предлагаю именно гидроудар. Гидроудар. Гидроудар это провести следующим образом. Дело в том, что американцы на сегодняшний день знают о том, что проводят добычу нефти подслойным методом. Чуть-чуть как правило, буквально секунд 20 полтора теперь не прерывается просто маленькая полтора полтора нефть сланцевым методом. Дело в том, что американцы проводят, то есть даже не проводят, а скорее всего получают нефть сланцевым методом. Это глубокое бурение, заливка этого скважины водой в дальнейшем взрыв. Я считаю, что на сегодняшний день самым эффективным это будет то же самое гидроудар. Дело в том, что пожар на сегодняшний день принял блуждающий характер под землей. Блуждающий характер это пожар, когда на земле это горение торфянников, а также свечение и в данный момент у нас то же самое только под землей. Поэтому я предлагаю этот метод тушения. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok